И на сцену мы приглашаем следующую команду. Команда Бахти Врикша 3000! 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 Команда Бахти Врикша! 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 встал в четыре десять утра. Ну вот. Вот видишь, получается. А ты все говорил, не могу, не могу. Вот, я же говорю, ты вечерком-то перед сном зайди, новости почитай. ВК посмотри. ВК это вайшнанские фонусы? Ну, наверное. Ладно. Расскажи ты, что за неделю удалось? Да я, как вы и просили, старалась не повторять махаманту. Один раз даже губу прикусила. А она все равно повторяется. И счастье такое... Да какое это счастье? Это не счастье, а иллюзия? Ты что? Вот у нас таких, как ты, на острый раз психами. Ну, ничего. Я тебя спасу. А вот знаешь, где счастье? Я тебе дам браги попробовать. А что такое брага? А, я знаю, 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 знаю. Это черенамрица, наверное, да? Это благоприятная жидкость после омывения божеств, да? Да нет же. Да нет же. жидкостью омытые фрукты перепродившие. Вот. И что, от этого можно испытывать счастье? Да, конечно. Мы так на острове испытываем счастье. О-о-о. А еще под песню «Давай быстрее, брат Малень, за дезосменов и врачей, за музыкантов и воров». И Харе Кришна, будь здоров. Вот он, гонщик обижел. Вот и ножик. А что ты такое поешь там? А что же ты 프�анд FaceTime? А что ты? Буй Crush every segment. И ты счастлив. А Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Раппары, Ра, Рамма,OL king. Воспевайте святые имена и будьте счастливы! Спасибо команде «Активича 3000» и мы приглашаем на эту сцену команду «Сельсовет»! Два сутчика мы начали. В зале есть еще люди, которые думают, что вы готовились? Хорошо. В общем, так как ничего смешнее КВН, мы придумать не можем. Смешнее нашего совета придумать мы ничего не можем. А у нас куча нерешенных вопросов осталось вчерашнего дня. Вчера мы планировали репетицию от Манибанка, честно, видел сведения. Мы до последнего старались ее провести, даже думали, куда одеть Манибанку, чтобы он нам не мешал. Вопросы все оставались, оставались, оставались. Четыре вопросы перенесли на сегодня. Мы просто сейчас честно решим, потому что это ваш заказ. Вы хотите, чтобы мы решали ваши вопросы. Мы сейчас их решим, так как кворума у нас нет. Многие заболели после вчерашнего. Животы болят, пересмеялись. Нас мало, кворума не хватает, поэтому голосовать будем все вместе. Если кто-то не знает, как голосовать, когда спрашивают, кто за, надо поднимать руку. Спасибо. Голосовать. Повестка дня сегодня, пожалуйста, возьмите. Сегодня нету. Так, дорогие преданные. Времени мало. На нас смотрит вся ядра. По собранней. Четыре вопроса, с чего начнем? Ну, давайте с Пактиврикш начнем, раз они тут все это устроили. Вопрос серьезный. Хорошо, что здесь GBC представлено. Героговранка права. В общем, в Пактиврикши они там собрались у себя, как обычно. Когда они только успевают собираться. Задумали провести маховьюку новогоднее. Вот. В общем, у них нет места, где надо проводить маховьюку. Нет денег. Но я не думаю, что мы с организацией тоже им как-то поможем. Но они не просто так. Они говорят, что от них будет Махакиртаном, Махатансаном. 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 Мехатансаном, сами понимаете. А в Героговранка выедет. Что, что думают? Что, что. Я правильно понял, что у них есть идея, но у них нет денег, нет зала и нет исполнителей. Самое главное, вот что такое мега-просада Севна? Вот ты слишком менеджер, понимаешь, то есть они нам как дети. Бактивирикши — это как дети, понимаешь, вот они что-то хотят, это значит, что у них есть энтузиазм. Если мы сейчас убьем этот энтузиазм, они просто перестанут что-то хотеть. Поэтому надо им просто помочь как-то, поддержать. Давайте подумаем, как мы можем поддержать. Но может быть не все, может быть как-то поддержим их. Аммаха-просада Севанам — это служение Кришне в форме освященной пищи, в форме ее поглощения. Ну, в смысле... Паштамин. Это вы не кари-преданности, да, там тоже есть, наверное, да? Ну, если тебе так проще, ну да, это мне кари-преданности. Я тоже не против. Пусть к новому приходят, пускай окажутся со своей перелкой. Но надо же привыкать когда-нибудь к ответственности. Сейчас же вся миссия в их руках. Миссия про упаду в их руках. Ну, вот я поддерживаю, на самом деле, Абхирам Хакур. У нас должно быть такое родительское настроение в отношении Бактивирикши. Это же растение, оно, как бы, еще растет. Так, ну ладно, что, давайте проголосуем, кто за. Так, внимание, еще раз, когда спрашивают, кто за, надо поднимать руку. Едино, пожалуйста, спасибо. Следующий вопрос. Следующий вопрос такой. Я прилагаю все объявления, которые идут с Кужасского департамента, пропускаю через Мальничевский совет. Так, а что с ними? Проблемы. Проблемы, проблемы. А зачем это все делать? Ну, вы поймите меня правильно, я же не демон. Я так хочу как можно лучше, но есть проблемы. Проблемы с каналом в смысле? Нужно быть, чтобы они были ответственны и своими пожеланиями. Ну, короче, у нас ЧП. ЧП в храме? Нет. ЧП в поселке Калинах. Что случилось? А что случилось? Из-за их объявлений? Да, в общем, короче, получилось так, что старшая матыша из Пужарского департамента... Нужно с именем даже сказать. Не секрет. Констук Хамани. Так, мы запишем. Сегодня Вячеслава нет, но мы все записываем на камеру, если что. Она написала, что, короче, сломался комбайн и закончилась лимонная кислота. Вот. И разместил это в группе. И что? Это ж классно. Молодец. Молодец. Пришел участковый, попросил меня написать объяснительную записку. По поводу чего? Ну, по поводу того, что там затор около нашей подстанции, где свет дым стоит комбайн, зерноуборочный полос, 20 тонн с лимонной кислотой. Проблема. А там постоянно машины как главная дорога. Эти подъехать не могут, свет надо ремонтировать. Что делать? Проблема. Вы же сказали, что это не наш комбайн. Надеюсь. Да, я сказал, но в объяснительное пришлось написать, что там повесили транспарант. На транспаранте написали, нашим дорогим Шри Шри Нитай Гоуранга, сами знаете от кого. Вы нашли от кого? Ну, как найдешь? У нас все вредные любят Шри Шри Нитай Гоурангу. И поэтому они без ума Шри Шри Нитай Гоуранги. Хорошо. В общем, надо что-то делать. Мы же совет. Должны решение принять. Народ переживает. То ли ответвление не подавать, то ли еще что-то. Сегодня никого из Куджамского департамента нет. Но я думаю, что, может быть, мы этот комбайн отправим на ферму. Где-то у Джуала Нилама не была. Пригодится. Амир Ахадрович что-нибудь из него сделает. Какая-то. Спасибо. А с лимонкой что делать? Ну, что-что. У нас же там военная часть есть. Они постоянно борются с обледенением. Вот им отдадим, пусть они легкие поподсыпают. Что, все что ли это? Ну, почему все? Это же по божествам пожертвовали. Ки-ки-ки, алграмм пять оставим, а остальные процедуры опять две. Ки-ки. 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 Кто за? Единогласно опять. Какой сегодня дружный совет. Вы не могли бы в следующую субботу тоже с нами присоединиться? Так. Ну, хорошо. Вопрос от юридического департамента. Это самый серьезный вопрос. Сколько раз мы уже обсуждаем эти проблемы, они все еще повторяются. Саша. На Вайнера задержали матушку Роголепу с книгами. Составили протокол. Ситуация очень серьезная. Понимаете, она не успела дозвониться и дала объяснение собственными словами. Сначала все было как обычно, спросили откуда книги. И она что? А она зачем-то сказала про Вьесадеву. Они зацепились, подумали, что это иностранный агент. В общем, приезжает Махабаларама, будет суд. Если бы над Вьесадевой. Понимаете? Да. Ну, я предлагаю написать объяснение, что Вьесадева не виноват. Что его народом вдохновил. Хорошо. А народу? Ну, а народу Брама, Абраму Сан Кришну и все подробные обстоятельства, изложенные во второй песне Шимат Багова, я предлагаю весь комплект им подарить. И пока они его читают и приобщают к материалу дела, они поймут, что перед передачей дела в суд дело развалится за давностью обстоятельств. Я предлагаю просто проголосовать и к следующему вопросу берите. Времени мало. Народ нервничает. Там еще две команды, да, по-моему. Приобщаем. Да. Голосуем. Арио! Так, преданное, вот здесь у нас вопрос от Ювы про Бул. А Юва же у нас в Майбуре. Ну и что, что Ювы про Бул, он же наш, по крови. Так, Юва наш, да. А что там у нас в Майбуре тогда? В общем, преданное, вопрос такой. Тугулымская ятра. Подожди, 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 подожди. Какая? Ну так и написано вот здесь вот. Тугулымская. Тугулымская там в Майбуре? Там что, преданное есть? Там есть кто-нибудь из Тугулыма вообще? Ну я не знаю, видимо, раз просят, значит уже есть. Да, преданное, если что, как они и есть, они сразу начинают что-то просить. Скорее всего, есть, если Юва к нам обращается. Так, что там в Тугулыме? Да, в общем, смотрите, какая ситуация. Просят благословения. Благословение наше просто. На поездку все ядры в святую тхаму. Так, ну в принципе, благословить нам не трудно ходить. Ну погодите, это еще не все. Что еще? Еще в них нет денег. Юва Прабу пишет, что Екатеринбург гораздо больше Тугулыма. И преданные, если скинуться, то те смогут справиться с таким нектарным служением святой земле. Так, преданные, надо что-то решать. А Тугулым это вообще не в Тюмени разве? Нет, нет. В Тюмени, а Малагарита, Кагалым. Там живут не эфтянники и эльги им не нужны. А Тугулым это Сигирновская область. Самый край. Вот у нас Брамманы сидят в жилье. Вы можете мне объяснить, почему так вот все время Кришна так все устраивает, что к нам обращаются не с Кагалымом со своими идеями, а с Кагалымом. Так, отклоняемся этим и так, пожалуйста, соберитесь. Ну хорошо, ладно. Если гора не идет к Магомеду, тогда Магомед, соответственно, идет к горе. У меня есть предложение. Вот если Юва Прабу, он такой сострадательный, все знают, насколько сострадательен Юва Прабу, мы можем попросить его привезти из Маяпура один кубометр глины. Отправим ее к Тугулым. Пусть они там учатся поклоняться Святой Земле. Там какая-то речка Тугулымка, скорее всего. Так я и думал. Вот у них там речка. Приезжает Юва, привозит глину. Вызывает Гангу в Тугулымке. Юва Прабу, наверное. Отправим с ними еще Ашиша, они будут научатся поклоняться не только Святой Земле, и они еще в Тхамабасе научатся поклоняться. Ну, в общем, дождемся приезда Ювы. Предлагаю перенести вопрос на приезд ИО вместе с глиной, пускай с Ашишем приезжают и разбираются. Кто за? А что, все вопросы? Ну, ни у кого больше вопросов нету, то мы тут быстро так как-то все решили. Ну вот, Харе Кришна. А, предлагаю... Точно, самое главное. В конце совета мы обычно приносим свои поклоны. Предлагаю принести свои почтительные поклоны всем Ашнамам этого зала, которые подобно требуют желаний. Для того, чтобы выполнить желание каждого выполнить сострадание к юмору нашей команды. Харе Кришна. Спасибо большое команде Сельсовет. И у нас осталась еще одна команда. Команда Харинамы. Пожалуйста, мы приглашаем команду Харинама. Ужижина не Харинама. Она же у нас в Бакте Арифмия. Команда Бакте Арифмия, пожалуйста, на сцену! По приветствия! Мне кажется, что эта команда лучше всех сегодня подготовилась к проведению конкурса. Дорогие преданные, Харинама начинается. Все, выходим. Выходим, где у нас? Ну, готовились, Харинама? Что? Харинама начинается! Манаджи. На нас люди смотрят. Опять начинается то же самое. Хватит! Хватит! Это уже было на приветствии! Хватит! Будьте видны, что вы не простая секта, а дружная секта! Так. Бахты, быстренько давайте. Сейчас надо настроить перед коренам и разбирать им. Инвентарь весь. Вот. Манаджи. Своё. Так. Манаджи. О май гад! Почему вы так оделись, как топ-моделька? Надо же два сантиметра от пола уже, в общем-то. Почему два сантиметра? Ну как почему? Ну, веды учат, что если вы в гуне страсти, то вы задираете нос, и вас подолгу касается сзади. Если вы наклоняетесь, потому что гуна невежуство придавила. У вас спереди сзади касается. А вам-то сейчас только в гуне благости находиться, так-то? Ну, наконец-то я там окажусь. Так. Манаджи. А у вас там что такое? Почему в галошах боссу ногу-то? А что, нельзя? Я, может, практикую отречение? Не, ну, конечно, можно. Но мы договаривались ярких, харинамых, сарей нарядных. А вы как-то вот... А мне старшие преданные говорили, что я не должна вызывать вожделение окружающих. Манаджи. Манаджи. А что вы так нарядились? У нас ведь харинамы, а не своим варам. А я хочу танцевать. В первом году. А я могу с ними все и молодую. А я старшая. А так же у нас тут не финлесс, не соревнования, понимаете? У нас тут по-другому расстановка идет. А с кем вы парите, собирайтесь танцевать? А у нас много бабушек ходит на харинаму. А я рыно кого. Да хоть вот. Матожи, беда-тида. Непонятно, да. Екатеринбургская хоринама, самая бабушковая хоринама в России. О, Матожи, а у вас что-то салий как-то совсем длинновато. Почему-то. А что, почему так-то? Почему так-то оделись? Я стесняюсь, у меня нет красивого выпуска. Ну, после колоши-то уже не актуально это. Так, ну, Матожи, беда, ну вы почему вот с мешочком? Я же говорил, в хоринам он ставит, без мешочка выходит. Так святые ж имена ж. Ну так мы ж ж ищем поём же ж, на хоринаме что ж. Так и ходите на здоровье. Пока вы одну мантру поёте, я десять мантры повторю. И с вами вместе я тоже буду пить обязательно. Сэва-прэй, я вас прошу. Городей бы сказал, нужно как можно больше гургов повторять. Да, и Городей. Сэва-прэй, пожалуйста, приведите хоринаму в порядок. Расскажите, Матожи, нам порядок, какой здесь существует у нас в хоринаме, пожалуйста. Есть, товарищ старший правок. Так, Слава, а с вами что? Руки разбиваются по четыре часа играть. Так если руки разбиваются, и с кремом надо мазать-то. Слава, у нас всё предложено. Мы только вышли на улицу, мы сразу предложенными становимся. Продуктивно предложение. А как тхоти-то заправлять будете? Руки-то мазаные уже. Прабу, да застерк... Тхоти, заправьте его, пожалуйста. Прабу, а вы-то чё, голый-то? Продуктивно только про тхоти было сказано. Ну чё? Типа про курту не сказано, да голым надо приходить? Так, о, а вы-то чё? Я не одену эту курту. На. Я не одену эту курту. Почему? На ней же швы есть. Ну чё? А у меня вторая романическая инициация. А чё вы тогда вместо чадера-то тхоти-то намотали? Так, эээ, холодно, хотя бы месяц. Так. Надо, надо, надо. Может быть, рюкзак в багаж дадим? Я после хрена, мы сразу налить речку и в пахолок. Ай, ну чё, не понятно, да? Ну, вот, 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 наконец-то. Ну, нормальный, нормальный баг-то, вот. Ну, нормальный классический неофиль. Вот, блин. А это не надо, зачем? Нормальный. Тхоти, прозрачный. Ну, чёрные ботинки, чёрная майка, улыбка душа. Сразу видно, Кришнаит. Сразу видно, нормальный. Вот, вот вы чё так вот выведите? Можете нормально классически одеться? Вот так вот. Есть у кого-то хоть, вот доставьте в рюкзаке, отходьте. Идите переодевайтесь. Что такое, взявите? Давай, да давай, давай, быстрей. Нарисим Капуран. Нарисим Капуран. Вы у нас... Харик, это что, дорогие? Вы у нас ещё Сатьюгу помните? Нет, это так. Дорогие, мы не можем, что-то вспомнить, понимали, как обычно. У нас же прямой эфир идёт про связи. Да, приятного, что-то скажите такое. Так, оформляющее такое. Миленькие мои, родненькие. Я к вашим лотосным обращаюсь к сердцам. Приходите. Нахренам. Нахренам. Нашинка, наверное, только немножко подзатянута, наверное, сократить там. Подумайте, над чем. Пробую. Спасибо вам. Пробую. А вы чё тут? Вы чё тут? Кто это? Вы чё в таком виде? Мне 12 лет светиться ещё и пока нельзя. Пока я не стану заведующим отделением больницы. Ну. Так. О, наконец-то. Шевастокур. Вот у нас последних хоренамых джаджей вообще не слышно. Молодхарам не даст соврят, что джаджей самый главный инструмент на хорене. Правильно? Вот ваша задача. Держите. Бить во всю дурь вот на хоренами. Чтоб и слышно у вас было. Понятно? А то у нас вообще не слышно было. А берём, кто может разрежет? Нельзя резать. Уже две пары джадж потеряли. Как обойтись? Вы как-нибудь? Молодец. Молодец. Да. А вы... А чей-то у вас такой? Вы же сами сказали. Бутылку воды взять. Бутылку же? А почему такая большая? С водой? Ну я вижу, что с водой. Тащи-то чё? Шрилл Паркубада говорил. Жизнь предназначена для Аскезы. Четыре километра, четыре часа будете таскать. Стаканы-то хоть есть? И с курошкой будем пить. Не касаюсь. Гава. Закончились? Всё. Вот наш аккредит. Чё вы тут толчите? Ну-ка быстро сюда вышли. Стоите там в углу. О, пробул. Вы, которые всё умеют играть. На чём это играть надо? Так, инструменты закончились, пробул. И знаете чё? Мы же с вами говорили только что. Что у нас никто не умеет играть. Поэтому вы у нас, понимаете, развалите на всю меломию. У меня для вас есть вообще самое главное служение. Самое ответственное. В охрану пойдёте. Это самое ответственное служение. Я сюда приехал, если ушёл. Я теперь готовился. Это ради этого? Да. Вы ещё не умеете играть, никто тут не умеет. А вот вы научитесь быть охранником. Короче, я вам объясняю вашу роль. Охранник. Вы идёте рядом со строем метров пяти. И делаете вид, что вы вообще не кришнаник. Чадр надо убрать, а то вы даёт вас кришнэй. Идёте просто как прохожий. Так спокойно идёте. Вообще, я так сказать, мимо просто идёте. И вдруг видите, кто-то наперелез с холином и идёт с агрессивным видом. Вы подходите так. Ну и как-то пытаетесь отвлечь. Например, закурить попросите. Ну вот, чё. Ну так куда идут курить надо? Курить не в затяжку же. Я, может, у вас не заметно было, что вы хришнэй. Понимаете? Никто не должен догадаться, что вы хришнэй. Потом, если вдруг там люди начинают вести себя неадекватно, смело вступайте в драку. У вас, я смотрю, и тело любых, он будет крепкий очень. Нормально. Если что, потом полиция всех повяжет. Вы спокойно говорите, что мимо шёл, смотрю. К хорошим ребятам пристают какие-то отморозки. Ну я и вязался. А мы, короче, пока вы дерётесь, спокойно уходим. Мы же вас не знаем. Мало ли там дерутся какие-то люди. А мы уходим, всё, и, короче, вот так защищать их, договорились? Всё, молодец. Вот ваше служение. Всё, хришнэй, вы готовы? А, нарисим капурат. Ну что, подсократили текст? Да, конечно. Миленькие. Приходите. Да хришнэй, ну! Молодец. Ну, что-то подзатянуто. Ещё надо подсократить немножечко. Так, о, Фагим. Ё-о-о-о. А что это вы, это? Чё это на вас надето? Так, эээ. На. Разнарядка во Вконтакте пришла, осенний режим включён. Вот. Он и включён. Ну, если это осенний вид одежды, что ли? Ну, а то я уже. Ну, ладно, хорошо, ладно. Осенний вид одежды, но потом жена немножко постарается вас научить. Подождите, руку не трогайте, клавиши попутаю потом. Хришнэй. 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 Короче, вы начинающий киртонии. Вам нужно. Сейчас, после коринамы давать лекции. Мы же знаете, как это делаем. Поэтому. Вы готовились? Да. Хришнэй. Ну, давайте. Как можете. Попробуем. Мы порепетируем, потому что давайте сразу наживься, сразу на них, накорми. Ну давай, попробуй, давай, выходи. Здравствуйте, дорогие люди, живые существа с внешними признаками разума. Вот солнце, Господь, они одинаково за облаками спрятались, их не видно. Вы думаете, он нет? А на самом деле оно есть. И вот эти кришнаиты, вы идете по улице, думаете, нас нет. Вы ходите за угол, а мы тут. Сила нашей веры во внезапности всего вот этого происходящего. Так что мы делаем, в общем, расскажу вкратце. Мы воспеваем ведические мантры. Мы воспеваем ведические мантры и раздаем вот эти шарики. Это не просто шарики. Это Господь поел, но так, чтобы слюны не оставил. Это не опьетки. Это, так сказать, нет. Это сад. Это сад. 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 Это сад, минус Господь. Так вот, берите, берите, кушайте, не бойтесь. Но, не буду вас пугать, но кто не съест на свои крошки, что? Пойдет в ад. Пойдет в ад. Значит, и вот я не скрою, вот я вижу. Карма потому, что карма. Я вижу, что вот многие смеются, не доверяя тому, что я говорю. Так вот, это обидно. Очень и очень обидно. А обидеть Кришнаита, это очень опасно. Это сразу карма. А карма это что? Это, значит, 8 миллионов 400 тысяч раз вам еще умирать и рождаться кем? Свиньями, да жуками навозными. И так по кругу, пока снова человеком не родитесь и снова мне не попадетесь на глаза. И уж тогда вы следите про сада. Вот тогда, может быть, и вернетесь. Единственное, что у вас, заклинаю просто, ни в коем случае не рождайтесь учеными. Они все мошенники, все негодяи. Это сразу в ад. Ну, значит, и раз вы встретили вот нас, Кришнаитов, то теперь у вас нет обратной дороги назад. Все просто. Нельзя. Нельзя есть. Мясо, яйца, лук, чеснок. Чеснок и лук. Рыбу, креветки, грибы и сычок. В карты играть. В автоматы и в кости. К женщинам ходить по вечерам в гости. Конечно, нельзя материться и пить. Кришнаита поругать и другу курить. А тот, кто не слушает меня и не рад, тому дорогу, естественно, куда? В ад. Ну, а, ну, нет. Смирение превыше всего. Значит, об этом и о многом другом вы можете прочитать в нашей духовной литературе, которую вот ходят там люди, можете... Ну, они не наши, как бы, но вы можете привезти. Но! От себя скажу по своему опыту. Читать педники очень долго. Можно не успеть. Поэтому... За всю жизнь. И за следующую тоже. Так вот. По этому поводу с этого года у нас были сделаны три ускоренных курса настоящего Кришнаита. Просто курс молодого бахты за 10 дней. Хотя бы мойся и не пей. Во-вторых, во-вторых, искусство игры на погребушках и барабанах. Не влак, но громко за два дня. И обязательно чистка гандыни ложного эка по уникальной методике Гаджахата Франху. За 7 дней. Все. Всех приветствую. Все, 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 хватит. Для начала нормально. Надо посмелее, побольше ада. Не бояться. А то у вас один позитивший какой-то получился. Значит, в следующий раз. Все будет нормально. Итак. Что? Все готово будет, да? Так, все. Ну, начинаем строиться. Для начала сойдет. Так, Матожи. Матожи вперед. Давайте в эту сторону. Равнение на желтое. Сари. Так, улыбки прицепили. Руки подняли все. Не, ну что это вы как-то, как Ньюсер. Как ополчение. Как солидан. Так, ну все, короче. Ну. Что, как ополчение? Руки-то выше надо, по-моему. Во-вох, молодцы. Все. Погиб. Давай. Затем. Войт. Утрюка, кефира, поводова. Утрюка, кефира, поводова. Погиб, стой. Эй. Ты чего? Ты чего? Убери от него. Ну нахреновище? Давай, нормально уже. Подожди. Подожди. Мы поем всегда. Начинаем с простых печен. Хорошо же начин. У нас должны быть мелодии простые. Чунга-чанга. В лесу родилась елочка. Чай в ДДТ. Кино. Ну, чтобы народ втягивался нормально, чтобы не чувствовал. Начал хорошо. Слова попутал. Давай. Чай в ДДТ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие городы, пожалуйста, приходите на Екатеринбургскую Харинаму, которая продолжается 6 часов. И после Харинамы мы обещаем, что вы будете испытать и настоящее счастье. Кто от того, что наконец-то эта Харинама закончилась? Кто от того, что наконец-то будет Харинамный просад? А кто может быть от того, что Господь Итаня обратит на нас внимание? И для того, чтобы в нашем обществе было больше Кришны, больше счастливых преданных, нужно, чтобы у нас было больше намасанкирдов. Потому что счастье духовное не может быть без духовного энтузиазма. А духовный энтузиазм может быть только из духовной энергии. И самая сильная духовная энергия, она намасанкирдами. И все знают, что Джапа очищает сердца. Но Кирдан, Харинама, она очищает отношения. Потому что даже если кто-то нам, может быть, пока мы еще имеем гордыню, ложный эго, не нравится среди преданных, то когда они поют Кирдан, все самые лучшие люди на земле. Поэтому самый лучший путь, чтобы было больше Кришны, чтобы было больше счастливых преданных, нужно, чтобы было больше намасанкирдов. И тогда не нужно прилагать сверхусилий для того, чтобы это произошло. Потому что самый лучший источник вдохновения духовного – это намасанкирдов. Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...